Приветствую друзья на канале Каска. В этом видео вы узнаете как с помощью настроя графики можно оптимизировать фан с хьюман, а также избавиться от лагов и фризов. Но естественно частично. Побороть полностью проблему с дикой нагрузкой на процессор мне лично так и не удалось. Хотя я проверял чисто на физ ядрах, без смт, то есть использовал процесс лассо ISLC. Ничего не выходит, так как проблема в движке. Это нужно решать непосредственно самим разработчиком. Прогресс какой-то да и идет. По крайней мере добавили ФСР. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Готовьте ваши ручки, ну а мы начинаем. Спонсор сегодняшнего видео интернет-магазин KSOFT.STORE, на котором вы найдете проверенные ключики на Windows 10, 11, антивирусы, офисы и даже различные подписки. Да, бустецки это вам не даст, но тем не менее вы обезопасите свои личные данные. А приобретая комплекта можно очень хорошо сэкономить. Ну и по промокоду KASKA получите скидочку в еще 5%. Магазинчик проверенный. Все отзывы можете найти в Яндексе, отзывике и так далее. Все ссылочки я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Начнем с качества текстур. Этот параметр отвечает за детализацию текстур на дистанции. Вблизи как-то разницы не заметил. На FPS не влияет, видеопамять тоже не нагружается. Рекомендую высокое качество. Анти-алиазинг сглаживает картинку, убирая все возможные лесенки. Переход с низкого качества на среднее скушает около 2% производительности. А вот уже на высокое более 7%. Для Full HD рекомендую высокое качество. А для Quad HD среднее. Можно даже низкое. Шейд отвечает за детализацию теней и затенение. На FPS никак не влияют. Рекомендую высокое качество. Но не забывайте, что на слабых процессорах могут быть проблемы. Проблемы в принципе и без шейдов присутствуют, но тем не менее. В FX отвечает за качество спецэффектов. По типу огня, взрывов и так далее. Многое зависит от сценария, который происходит в данный момент. Так как влияние на FPS может варьироваться от 2% и больше. Рекомендую среднее качество. Дистанция отвечает за прорисовку объектов. На видимость людей не влияет. Вы можете обратить внимание, что разницы никакой нет. Ни по FPS, ни по дистанции прорисовки. Рекомендую низкое качество. Блюр. Как вы уже могли догадаться, отвечает за качество размытия. Для себя лично я выключаю. Данный эффект, как мне кажется, в основном мешает. Плюс он еще и влияет на производительность. Качество деталей регулирует сложность полигонов различных объектов. В среднем переход скушает 3-4% производительности. Но многое зависит от локации, где вы находитесь. Рекомендую низкое качество. Качество растительности отвечает за плотность и дальность видимости травы и другой листвы. Переход с низкого качества на высокое скушает около 5% производительности. При этом существенно повлияет на видеопамять. Рекомендую низкое качество. В последнем обновлении наконец-то добавили масштабирование изображения. Пока в виде ФСР справляется со своей задачей на ура. Бустит большое количество фпс. Но, как вы понимаете, дает дополнительную нагрузку на процессор. И плюс не сможете регулировать качество сглаживания. Если и включать, я рекомендую квалити или баланс. С выходом ФСР рендер скейл уже можно не трогать. Оставляйте на сотки. Это же касается и разрешения экрана. Да, фпс бустанется. Нагрузка на прос пойдет еще больше. И снова возвращаясь к выходу ФСР, смысла нет. Максимальная частота кадров на самом деле полезный параметр. С помощью которого можно избавиться от различных скачков нагрузки на процессор. Тем самым от фризов. Работает не 100%. Но меня лично частенько выручало. Я даже запускал стрим. Бегал на локе в 60 фпс. И в принципе, Ванс Хьюман работала в разы стабильней. Да, для пвп серверов это не подойдет. Так как будет ощутимая задержка. Но в остальном все норм. А вот уже вертикальную синхронизацию лучше отключить. Тоже может помочь. Но и увеличить еще сильнее и без того высокую задержку. Оптимизированные настройки графики на вашем экране. Ребятки, если у вас есть желание, а самая главная возможность. Можете поддержать мой канал подпиской на Бусти. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается. Стараюсь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут. Как всем этим пользоваться? Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть телеграм, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш дискорд сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. На рабочем столе нажимаем поиск, пишем. Настройки. Графики. Кстати, если что, все эти настройки подходят как для Windows 10, так и для Windows 11. Нажимаем обзор. Переходим в папку с игрой. В моем случае это Steam, Steam Apps, Common, Once Human. И здесь у нас есть приложение Once Human. Нажимаем добавить, параметры. И ставим галочку на высокая производительность. Сохранить. Переходим на параметры. Переходим на параметры графики. Если вам доступно аппаратное ускорение, можете его включить. Как указано в описании, уменьшает время задержки и увеличивает производительность. Но тоже будьте внимательны. Допустим, в некоторых ситуациях включение аппаратного ускорения может сделать хуже. Поэтому тут все строго индивидуально. Проверяйте на своей системе. Плюс, если у вас Windows 11, тогда можете еще включить оптимизацию в оконном режиме. Для видеокарт Nvidia переходим на управление параметрами 3D. Далее программные настройки. Здесь нажимаем ввод с удым. Ищем Once Human. И если здесь в списке его нет, нажимаем добавить. И ищем уже здесь. То же самое. Если в списке нет, нажимаем обзор. Ну и по старинке. Steam, Steam Apps, Common, Once Human. Приложение Once Human. Открыть. Анизотропная фильтрация. По желанию я оставляю управление от приложения. Для слабых ПК лучше отключить. Вертикальный синхроимпульс. Выключаем, если в игре не используем. GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту. Vulkan OpenGL. Используя цепочку буферов DXGI. Частота обновления вашего экрана. Высшая, доступная. Режим низкой задержки. Для достаточно мощных ПК рекомендую вкл. Как пример Ryzen 5 7600X. Это то, что касается процессора и его аналоги. Если видеокарта, то от 3060. То, что ниже по конфигурации. Выключаем. Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. Совместимость с OpenGL. Приоритет совместимости. И в самом низу находим фильтрация текстур качества. Выбираем высокая производительность. И применить. По сути, базовые настройки для Ванс Хьюман мы сделали. Если вам необходимо еще больше повысить фпс. Не только Ванс Хьюман, но и в остальных. Можете перейти ко мне в телеграм. Либо в дискорд сервер. Там в закрепе есть архивчик. Называется ByCasco версия 2. Здесь у нас есть настройки видеокарты для AMD, Intel, Nvidia. Далее очистка. То есть все это очищаете. Плюс твики реестра. Отключают Xbox DVR. Отзвучивают системы. Это пропускаем. И системный приоритет. Плюс здесь MSI мод. Нажимаем PGM. Запуск от имени администратора. Да. И находим нашу видеокарту. Ставим галочку на MSI. Далее приоритет. Мы выбираем High. И нажимаем Apply. Кстати тоже по желанию. Можете поэкспериментировать. Некоторые делают следующим образом. Допустим NVMe. Выбирают ANGTUATAM. Далее. То же самое. И плюс SATA. Тоже. ANGTUATAM. То есть приоритет High. Выбирают только для видеокарты. Как вариант можете попробовать. Некоторые еще задают лимит. Ну и плюс здесь схема питания. Максимальная производительность. То есть просто копируете. Вставляете эту команду в Windows PowerShell. От имени администратора. Либо командная строка. И уже активируем ее вот здесь. После всех этих настроек. Залетаем в Once Human. И наслаждаемся. Если не высоким FPS. То по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится. До скорых встреч. Ни шеи мне срок. Ликандроп. Ни шеи мне срок. Так. Запись идет.